Постоянная гонка за результатами, желание все успеть и бесконечные дедлайны. Все это сопровождает нас в повседневной жизни. Однако выдержать такой ритм бывает порой непросто. И все чаще люди заявляют, что они просто эмоционально выгорели. Эмоциональное выгорание входит в топ-3 корпоративных заболеваний. Каждый третий сотрудник сталкивался с ним хоть раз. А в сезон отпусков, когда задачи коллег остаются на тебе, риски заразиться этим состоянием увеличиваются в разы. Чаще всего эмоциональному выгоранию повержены люди так называемых помогающих профессий. Это врачи, психологи, педагоги, социальные работники. К физическим симптомам выгорания относятся бессонница, слабость, головокружение, вплоть до нарушений желудочно-кишечного тракта. Эмоциональные симптомы – это либо эмоциональная ригидность, отсутствие каких-либо эмоциональных проявлений у человека, как эта холодность, либо наоборот яркие эмоциональные проявления, такие как истерики, агрессия, душевные страдания, такая повышенная тревожность, даже по незначительным каким-то поводам. Также должны насторожить странные изменения в поведении. Например, отказ от еды или, наоборот, чрезмерное обжорство. Безинициативность, потеря памяти и замкнутость – тоже звоночки зверя под названием выгорание. Как отмечают жители Ямала, самые частые признаки упадка сил, с которыми они сталкивались – это потеря интереса к работе, апатия и раздражительность. Самым распространенным симптомом эмоционального выгорания ямальцы считают потерю интереса к работе. Его называли 37% корреспондентов. По 32% уверены, что перегоревшие на работе специалисты испытывают чувство хронической усталости и апатию. Повышенную нервозность относятся к симптомам эмоционального выгорания каждый четвертый. Это 25% корреспондентов. По 16% отмечают у выгоревших признаки агрессии и подавливого настроения. Способность преодолеть недуг зависит от особенностей человека и стадии выгорания. На более ранних этапах можно постараться самостоятельно выйти из этого положения. Если ситуация усугубилась, не нужно бояться обращаться к специалистам. А чтобы в принципе не приближаться к эмоциональному выгоранию, нужно следовать нескольким правилам. Трудиться не поднимая головы – это очень пакутно для здоровья. Поэтому возьмите за правило каждые два часа делать перерыв. Обед в офисе за рабочим столом, откнувшись в монитор компьютера. Это усугубляет выгорание. Поэтому пройдитесь как минимум до столовой. За 10 минут до окончания вашего рабочего дня обязательно подытожьте, что сделано и что планируете на завтра. Незамысловатая такая процедура поможет переключиться в режим релаксации. И еще в конце рабочего дня, как только закончилось время вашей работы, смело выключайте рабочий мобильник и все рабочие чаты. И главное правило – не забирайте работу домой. Жертвовать семьей и хобби недопустимо. Как и везде, нужно постараться найти золотую середину. Элина Солбаева, Евгений Шевченко, телерадио компании «Сигмы» для НУР-24.